У Азербайджанской страны часто бывают непонятные для меня действия. И каждый раз, когда они слышат что-то, что им не нравится, они очень громко начинают возмущаться. Но совершенно молчат в отношении провокаторов, которые выпускают абсолютно издевательские провокационные ролики в отношении российских миротворцев. И слава богу, что сейчас в Москве наши прокрытные органы обезвредили этих провокаторов, которые пытались разжигать межнациональную рознь, выходцев из Азербайджана. Я надеюсь, что этих увольнений не произойдет. Я надеюсь, что это недоразумение будет ликвидировано. Я считаю, что люди, которые выступают против российских миротворцев, выступают против Российской Федерации и выступают абсолютно не как союзники, а как враги. Все люди, которые выступают против российских миротворцев. Поэтому, что я могу сказать сейчас? Весь мир видит, как ведут себя псевдоэкологи сейчас на Горном Карабахе, что они пытаются создать гуманитарную катастрофу на Горном Карабахе. Я искренне желаю, чтобы наши миротворцы имели полную возможность в соответствии с полученным мандатом осуществлять весь спектр действий, направленных на защиту мирного населения Арцаха. Я искренне желаю, чтобы была твердость, уверенность и так далее. Хотя я прекрасно понимаю, что все эти действия направлены только на одно — на эскалацию напряженности и на возобновление военных действий. Мне очень печально, что те слова, которые я слышал на брифингах руководителя Азербайджана, когда они подтверждали свое намерение к мирному разрешению вопроса на Горном Карабахе и с деэскалацией напряженности, я, к сожалению, вижу, что часть, будем так говорить, мне кажется, я надеюсь, экстремистская часть Азербайджана продолжает раскачивать эту лодку и продолжает настаивать на войне. Я могу сказать всем тем, кто сейчас хочет возобновить войну, никогда не пытайтесь возобновить войну, потому что если вы будете выступать за войну, война пройдет. Господь не даст спокойно вам жить. Вы сами себе войну получите. Не знаю, как, от кого, никому не угрожали, но просто этого делать нельзя категорически. То, что с головы российского миротворца в область не должен попасть, это 100%. Если российский миротворец что-то просит делать, нужно это сделать. Потому что российский миротворец, у него главная одна задача — это вести порядок и обеспечить безопасность. Любой человек, который будет посягать на российских миротворцев, — это человек, который посягает на нашу страну. Поэтому я хочу предупредить любого, что российские миротворцы находятся под защитой нашей страны. И если кто-то там будет кидаться дохлыми голубями в кого-то, то он может кидаться дохлыми голубями в себя и даже их съесть. Я понимаю, что сейчас, когда очень сложно люди пытаются обострить ситуацию, я вижу, что это совершенно не союзнические отношения, когда Россия ведет спецоперацию на Украине, в этот момент создавать дополнительные очаги напряжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова